Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Фастер Ван Лайт, и мы начинаем смотреть за геймшоу оффен сезоном 5 квалификациями в регионе Россия, Сиби, а нет, не Россия, конечно же, квалификация в регионе Беларусь и Украина. И что же, давайте быстренько побежимся по пикам. Гернаут, Кунг, Сэнфинг и Шэдоу Демона, это все. Персонажи команд Реал Нубс, ну и против них взяли уже Некрофоса, что интересно. Очень давно не появлялся этот персонаж у нас вообще в пиках, Аутвор Девавра и Умни Найта, и хочется спросить, из какого патча у нас пришли ГГ. Серьезно, просто из какого патча? Нас не пикали Некрофос уже очень давно, Умни Найта с Аутвор Девавром и подавно. Ну что же, посмотрим на баны от этих двух команд. Реал Нубс забанили Траксуми, Ранаху Скара и Брудмауэр. Гудгейм уже забанили Вайда, Рикимару, Морфлинга и Оракла. И что же, ну вот бан Морфлинга понятен, очень противный персонаж, который сейчас у нас просто почти что в каждой игре. И Гудгейм и четвертый пик, что же они себе возьмут? Ну пока что ничего не берут и... Думают. Думают над своим четвертым пиком. Напоминаю я, что вы смотрите The Game Show Open сезоном четвертым с призовым фондом в 650 тысяч рублей за две дисциплины. Дисциплины, собственно, Дота 2 и Hearthstone с лан-финалами. 29 числа на Игромире. Вход будет около тысячи туда. Ну в общем это на сам Игромир будет вход. Вот так вы можете будет победить наш турнир. Ну и что же, допикивают себе с Лордара еще Гудгеймы. Ну и немножко еще про турнир. Абсолютно любая команда из региона может принять участие. Главное, чтобы у них было три человека именно из этого региона и плюс два из СССР. Ну и распределение призового фонда в двух категориях. 170 тысяч за первое место, 80 тысяч за второе место, 50 тысяч за третье место и 25 тысяч за четвертое место. Сейчас играются региональные квалификации. По итогам четырех региональных квалификаций выделится 8 сильнейших команд, которые будут бороться за звание самой сильной в своем регионе. Как раз таки самая сильная команда от своего региона поедет на лан-финал. В прошлом, даже не году, а в прошлом сезоне Game Show Open взяли у нас как раз таки квалы, ну вообще все, у нас абсолютно весь турнир взяли команды. Я думаю, что они прошли по сетке лузеров и через сетку лузеров смогли добраться до первого места. Ну и что же, Дезераптор в бане от Риалнупсов. Очень много времени у нас сейчас команды и не знают, что же им можно взять. Так вот, еще банится также Дарксир, не боятся, я не знаю, чего боятся Дарксира. Ну то есть, я понимаю, что хотят пикнуть уже Миличного Кора, но смысл в том, что есть два саппорта, Адмирал и Шту Демон. Есть оффлейнер Сэнд Кинг плюс Корт Джиггернаут, и нужно пикать мид, хотя могут поставить у нас тогда Адмирала в мид. Но в любом случае, я не думаю, что будет Сэнд Кинг саппорт, ибо Сэнд Кинг саппорт это просто бесполезный кусок, серьезно. Ему нужен фарм, ему нужно много фарма, который он получает на оффлейне за счет того, что стоит против так же миличного героя. То есть, в любом случае, уже есть один персонаж, который набит миличников у Риалнупсов и банить Дарксира в страхе, что возьмут второго. По-моему, это такое себе, ибо у нас действительно ходит Сэнд Кинг постоянно на оффлейн. Но добирают Риалнупсов и саппорты, конечно же, да, у нас Адмирал теперь лёг в мид, любят все-таки ставить Адмирала в мид, очень странный у нас тем временем артефакт на экране. Ну ладно, что же, конечно, быстро переподключимся, такое иногда бывает. Ну, как иногда, почему-то на опене уж очень и очень это часто, серьезно. На всех СНГ турнирах действительно невероятно часто такое случается, когда я все-таки был еще работал на азиатских турнирах, там такое пореже, но и там такое присутствует. Вот не знаю я, с чем это связано, но фиксить это явно не хотят. Ну и я даже не знаю, когда все это у нас пофиксится. Ну что же, ждем, пока что переподключимся и сразу начнем смотреть игру. Итак, мы тем временем переподключаемся и давайте же представим, кто на ком играет. Ладно, у нас там тем временем проблемы в доте у ребят. Ну и давайте на РМК, как я понимаю, сейчас то же самое AllBig. Ну и что же, мы уходим снова на небольшую паузу. Вернемся буквально через минуту. Я думаю, что даже музыку не буду ставить, просто потому что не нужно это. Просто потому что это не нужно. Ну что же, мы сейчас находим. Лобби, лобби. AllBig. Ну ладно, пока что выключу микрофон. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 уже на самого Дивовера. Так. Нет, все-таки на Союзниках все еще действует. Это же Аура. Тогда Луды еще очень и очень силен. Ну что же, ждем. Ждем пока что ребята свои проблемы пофиксят. Ну и надеюсь, что это будет быстро. Ну что же, почему у нас постоянно пауза в игре? Серьезно, у нас игра поздно началась. Через 25 минут вторая команда зашла в лобби. Игра обещает быть явно не быстрой. И стоит пауза, пауза от Феникса. Ну что это такое? Зачем так делать? Зачем так затягивать игры? Джиммается у нас в теории. Пауза, готовая команда играть. Дальше. Ну и посмотрим, что же у нас выйдет из такого вот Урди Вовара. Хочем пока что и вроде бы неплохо бил бы по Джиггернауту. Но Джиггернаут все равно имеет крипов больше, нежели сам Урди Вовар. Выход у нас среди на Санкинга. Санкинг может умереть. Санкинг, ну вот Санкинг. Хитаться с каким-нибудь Огрмагом, ну или Братрумом. Потому что эти два персонажа, как раз таки, ярко выраженные персонажи, которыми не стоит хитаться ни при каких обстоятельствах. Ну вот появляется еще у нас Санкинг. Покупает он тебе капельки, но, наверное, не знает, что у Дарк это весь урон физический. А здесь урон чистый и капельки от чистого урона не сырят. Ну вот так и покупает сейчас себе капельки. Выход у нас теперь не везет на колго. Выход на немой. Сейчас Немеза сам может поймать. Немеза в любом случае отхилится. По двумя стаками на нем уже два стака есть. Пошел еще и Феникс. Пытается подцепить Пуджану. Пудж живет. Погодите, Мезис, там Немеза. Немеза в любом случае умирает. Пуш мансит. Пуш должен мансит. Ну да, если нечем, загоняйся в стаках на Пуджа. Отличный торрент от адмирала. И должны отправить его в Таверну. Да ладно, Нот хочет замахнуться. Хочет дать стан у нас Слордар, но понимает, что не достанет до Шту Демона. Нужно было в любом случае ему доставать до Шту Демона, чтобы его стараться убить. Ну и в итоге не отдал ничего. И умер Слордар. 2-4 действительно неплохое начало для Иренов. И продолжает у нас доминировать на Меду Джиггертаут. Но уже не так сильно. Всего лишь в одного добитого крипа. И в скольких там задонайных. И в двух задонайных. Ну вот тоже даже не в одного добитого крипа. И сейчас, в принципе, действительно неплохо показывает себя Олдворд Девовер. Посмотрите. Он получает 6-й левел. И если у нас очень и очень много интеллекта потеряет Джиггертаута, то, по сути, он может иметь одного ультимейта, например, как сейчас. То есть, по сути, у него 10 НТ против 56 интеллекта Олдворд Девовера. Действительно мог за один Эклипс убить у нас в Сиджиггертаута Олд. Давай Эклипс, ну что ты боишься же? Так, Руза. Руза. Ну вот Руза не хочет давать Эклипс в любом случае. Здесь Хенри. Он пошел в ультимейт, но не попадает по Хенри. Что это такое? Что это такое, Руза? Как ты это делаешь? Да хитайся ты с Хенри. Хитайся с ним. У него нету маны. Точнее, у него нету даже 6-го левела. Почему Руза так боится всего? Там у Феникса 23 интеллекта. У Джиггернаута было 10 НТ. Разница 46 интеллекта. Я сейчас даже посчитаю. Урон за единицу интеллекта. 8. 46. Или что там это? Или множитель. Ну, что за единицу интеллекта? Все-таки нет. 46 просто умножим на 8. Итак. Конечно же, давайте. 46. Так, нет, написали еще по турниру. 368. Ладно, возможно, он не убил бы. Хорошо. Возможно, я преувеличиваю силу ультимейта ОД. Но, в любом случае, можно было сделать по нему еще пару тычек и убить его с ультимейта. Они как-то в Феникса пытаться выходить на Руза. Руза сейчас может умереть. Руза живет. Должен себя, блядь, хорошо. Руза себя прячет. Руза. Ну, так и сейчас у нас Руза вышла. Прошел с сейфтв. Приходит, прилетает сюда у вас. Он не найдет. Он должен выкинуть Руза. И Руза на развороте должен был как-то цеплять Феникса. Но тут Феникс, если что, есть и Карл Сдаев. Рузу, если чем еще отхилить, нельзя хотя бы залить ему маны. Ну, похоже, что нечему. Сюда еще заходил Санцкинг. Постарался как-то сагрессировать на Рузу. Но, в итоге, просто замонтил от всего у нас ОД. На топе-то Славдар стоит. Тоже, в принципе, неплохо себя чувствует. У него... Сколько инфорсов? 2500 инфорсов. Но пошел по нему проказ. Но Славдар оттуда не уходит. У него еще летает корабль. Просто почищал на пол КП и застрелил его через скрипание. Не через скрипание. Убил его, в конце концов, шеду демона. Но вот очень много урона вносит у нас сейчас Адмирал. Посмотрите за замес. Он внес 165 урона. Нет, это не то. Видимо, что-то не так посчитало у нас. Ибо дал он корабль и поран точно по Славдару. Время на наводке у нас иллюзии Санцкинга. Бьют вам не на это. Если честно, мне немножко непонятно, как работают пассивки на иллюзиях в точе 2. И бам. Как всем известно, иллюзии Акса крутятся. В любом случае. То есть, если их бьют грибы, герои, вообще не важно кто, они крутятся к ТРНТ. Раньше можно отъехать-то у нас. Ну, Дарк. Ну, как так можно? Дарк не был близок к ТРНТ, чтобы у нас есть имущий урон. А там можно же было его забрать. То есть, там, хил, сколько наносит уже урон? Ладно, не так много. 108 стронов. Проживал, я думаю, Санцкинг. Так, про что я говорил? Пока что здесь выход. Ладно, я, по-моему, у меня вылетела из головы. Ну, ладно. Вылетел так вылетел. Думаю, по ходу игры вспомню, что-то меня так сильно отвлекло. Так. Слардар. Слардар, вылезай. Ну, посмотрите, у нас Слардар, у нас Слардар прячут просто-напросто в астрал, его почти что забирает, хотя здесь приходит у нас своевременный некровоз, и в итоге у нас Слардар теперь выживает, хотя у нас какой-то там левел яда, левел третий, если попадет еще один раз с ядом по Слардару, то убьет его, так, есть, есть, если четвертый стак должен давать четвертый стак, и нет, не дает четвертый стак погонить за Шэдоу Демона, Шэдоу Демон должен пытаться отмонтииться, но его просто раздавило станом, и Слардар убивает Шэдоу Демона. Итак, 4-7 счет. Слардар на топе. Здесь у нас еще и Руза. Ну вот, у Рузы пока что все неплохо, Руза имеет 3200 на Творца, это больше, чем у Джиггернаута. Оппонента, ну вот, плохо, действительно, очень плохо нафармили у нас. Митеры мешали им постоянно, ну вот, если сейчас даст еще пару аркейнервов, к тому же, 2 кража интеллекта у ОД. Ну вот, если ОД будет продолжать так же хорошо бить в драках, как он бил по Джиггернауту в миду, то, скорее всего, драки будут за ОД, потому что ОД вносит огромную тонну урона. Ну вот, как правило, ОД не дают бить вообще в замесе, потому что мы видели игр в патче с ОД, стараются вообще не дать бить ОД, но ОД ведь все равно убивает из-за своего огромного количества урона. Ну и что же, ставится, перед ним, вард у нас, ОД, вот ОД почти что с ПТшкой. Ну ладно, будет ПТшка ОД, будет ему немножко полегче. Так, у нас есть Некрофос, бежит на Шелуде, она увидела на Шелудеу Некрофоса через вард, который она здесь, собственно, поставила только что. Ну и 4.7, давайте посмотрим на графике, а валидируется РН, это в 2000 по золоту, и около 3000 по экспириенсу, и просто будет, потому что эти не фармить, что им терять-то, они просто фармятся, и им это нравится. Итак, Эргон, 8-й левел, и в лейте даже не знаю, кто сильнее. Тут у нас, если что, загнобленная фантомка, у которой нету достаточного количества нетворца, да, у нее 3500 нетворца, но там вот, вероятно, опять 4500. Ну, то есть, даже мы не смотрим, что у нее больше, чем у Джаггернау, у Джаггернау, то все очень-очень плохо. Итак, ходит на ботом тавер. Там СК неплохо расправляется с крипами. Так, ну, башня должна, в принципе, хотя бы половину хп уж точно терять за эту пачку крипов, возможно, со следующей пачкой даже и снесут тавер, хотя маловероятно. Хотя нет, если катапульта у нас выживет, то снесут тавер, и... Нет, катапульта не выживет, и в этом проблема. Телепортируется сюда у нас фантомка. Если сейчас прыгнет у нас на Санкинга, то будут небольшие проблемы, но она не прыгает. Итак, что-то удел, он там, теоретично, забирает на топе Некрофоса. Действительно, пока что лидерство сохраняется за Эренами, и Эрены ходят и убивают своих оппонентов по всей карте. Просто по всей карте. Итак, Ергон. Тем временем у нас еще и Руза. Руза, Руза. Руза продолжает фармить крипов на миду. У него уже третий Аркейн Эрб и четвертый Эссен Саура. У Джиггернаута какой левел? У Джиггернаута также девятый отбыл, выход Теренинас на Руза. Ну почему Феникс не замедлил своим Экарус дайвом? Руза там же мог еще и ШД помочь, но вот есть ли вы что-то на шестой левел? Есть ли вы что-то на шестой левел? Так что можно было цепнуть его через пуш, постараться убить. Итак, здесь у нас Слордар. С Слордаром сейчас может быть погоня. С Слордара ведет. С Слордар пытается убежать. С Слордар, ну вот нужно было это раньше делать, чтобы давать пуш. Есть, но сажает его правда на крест. Да ладно! Возвращает Слордар, но отстанивается вон! Новости выживает! Пошел он мне слэш! Он мне слэш по Слордару залетает последней стычкой. Пошел Гвардин Энджел, но он не спасает Слордара. Живет по-прежнему у нас Руза. Руза должен убивать Ренов, но Руза не догоняет никого. Руза под Перепейлом бежит, но здесь ему ничего не сытит. Так, Ерген, пошел Торрент. Хороший Торрент под Вум. У нас здесь как раз-таки еще и Джиггернаут. Джиггернаут убивает, собственно, у Нинайта и должны забирать также у нас Рузу. Ну, Эргон, конечно, потанковал немножко ударом от Шадула, от Варди Вовра, но ничего страшного. В итоге он сейчас просто себе с батла восстановит даже больше маны, когда кража интеллекта спадет. Но у нас-то размен был просто 4 в 0 и выживает одна фантомка, которая вообще не присутствовала в драке. И вы понимаете разницу по урону. То есть, по сути, по РНам дамажить нечем. Серьезно, просто по ним нечем дамажить. И в этом тоже большая проблема команды ДГГ. Так, Дарк. Ну, вот даже не знаю, кто сильнее. Тут, с одной стороны, как бы и Фантом, Комни Найт, УД. Ну, а с другой стороны, во-первых, уже преимущество больше, чем 5000 по золоту. Слежишь, Гернат, который фармит. И Адмирал, который неплохо сейчас смотрится. Но вот Лейт, конечно же, я думаю, что будет с ГГ, если они нафармят. То есть, опять же, если нафармят. То есть, у нас есть Лейт, где корни нафармили и саппорты бомжи. А есть нормальный Лейт, где хуры чувствуют себя неплохо. Где у них почти все есть. Отличный просто Денай от Орди Вовра. Эргон. Можно на ордоте Рузу убить. Его сразу же прячут. Руза. Пошел корабль. Руза живет. Летает отличный корабль по двум игрокам. Но здесь у нас в Астралии сейчас сидит Адмирал. Адмиралом Вагоня. Так же, все-таки у нас сюда Феникс. У Феникса, что есть яйцо. Так что можно как-то гнаться за Руза его чему. Эдмирал, прячет верить. У нас еще кого-то пошел. А, нет. Пошел у нас все-таки Некрофосу ультимейт от Шадоу Демона. И собирают одного Шадоу Демона. В итоге разменялись просто ультимейтами, но не потратили ГГшки ни одного ультимейта. То есть Эклипс вообще, не знаю, не хочет тратить Руза. Ну а здесь был потрачен корабль, который уже откатится. Был потрачен, но он не слэшник. У него не слэша не было. Туда тоже особо ничем не разменялись, кроме корабля. Итак, Чиггернаут очень агрессивный играет. Просто невероятно агрессивный. Сейчас должны выходить на Сладара. Ломается впереди с дерева. Пошел ТП. Ну вот нужно, наверное, сразу было давать им несколько, чтобы только увидел у нас Чиггернаут Сладара, но не поверил, что тот только начал кастовать ТП. Итак, продолжают набирать преимущество Рены и, видимо, очень-очень хотят забрать эту игру. Итак, Эргон развлекается скрипами. Прилетает тем временем у нас еще и сюда Митлфатом Ассасин. Будут сейчас драться 5 на 5. Постараются наконец-таки влезть в равную драться. Так, потихонечку вышка падает. Еще цепляют у нас хорошо Рузу и Руза пройдет, наверное, его подкидывают, но это не спасет минус Руза, там еще и поставил сумминать. Цепляют всех, пытаются припятилить но это это должно быть. Дальше получает еще и Курш по лицу. То есть, вижу за всеми Хэнджи получают косу и таки посмирает с косы. Чекернаут размер 4 в 2. Еще должна поймать имениться. Если у нас креста нету, я себя почему-то всплышу. Опять Азуга начинает лагать ничего страшного. Цепляют и это размен 2 в 5. Это буйство для Эргона. Я и не заметил, что Эргон уже с ультракилом то у нас ходит. Отличная игра от команды Эргона 2 золота с файта. Просто 2 к золота. Купит он сейчас себе либо шедлблейд, либо какие-то криты. Но вот в любом случае ему еще нужно немножко подфармить на эти итемы. Но все равно очень много золота получает Адмирал. И сейчас его ценность просто возрастает в разы. Ибо 2 убийства за гудлайка ему. Через 2 убийства будет гудлайка. За гудлайк, как известно, помним, как Адмирал с 2-ми рапирами все равно закончил игру. И это действительно смотрелось неплохо. Что же Аргон? Вот Аргон. Решает развлечь там в лесу. Решает постукать немножечко крипов. Ну и утихла у нас игра. Так Феникс. Ставится еще Сентри Вард выход на Джиггернаут. Такой себе выход на Джиггернаут. Сложно поймать. Джиггернаут. Джиггернаут сейчас может сказать о чем не словишь погонит чуть-чуть Джиггернаута. вот даже Слордар не угоняется за Джиггернаута. Пошел Торан у нас здесь Слордар пошел корабль нету. Сражей Эклипс кастуется бедого Джиггернаута и как же его хейтят просто как же его хейтят ну в принципе Джиггернаут здесь был один его зафокусили и единственное кто в Джиггернаут это была фантомка и так ну вот крест к сожалению первого уровня если бы был клевел побольше тебе не сажают на крест у нас фантомка пошел корабль нужно потом возвращать отлично торренты и совсем чуть-чуть урона просто одну тычку одну тычку нужно сделать и фантом командсит есть торрент должен давать сейчас тычку но нет не смог эргон убить фантомку хотя торрент нет торрент не туда пошло сейфтп на базу ну так сейфтп просто тп а вот отсюда сделана у нас фантомка ну и фениксу надо бы получить уже дискорд плюс 11 левел и тогда его ультимейт очень-очень сильно забустую просто нереально сильно и так ставится но к сожалению гг этого не видят и этот сервер будет стоять до тех пор пока что сами крышки не поставят туда опс ну что же 8 19 по графикам мобилизирует около 10 тысяч по золоту и экспириенсу у нас рн здесь стриж это же стриж это стриж да пытается спушить пока что один вышку в боте но если что у него на себе стоит шадоу демон но шадоу демон никак не помогает ломать эту вышку еще и сандкинг разбирается с крипами и душечка должна падать а джаггернаут где джаггернаут у нас уже третий понотвор джаггернаут начинает выравниваться джаггернаут уже есть яшки джаггернаут снова цепля джаггернаут подхиливают его щуемни найт и убивают снова бедного джаггера и так погони теперь у нас еще и репел на дарка дарк за эргоном бежит слетает хорошо у нас шардар и сандкинг никак не заставит всего чему это эргон в туалетах таверну еще можно за 50 рэна ходить просто в пятером на рейдклике за всеми подцепляет в одному трэн хорошо еще выводит у нас и пизод трэна у того есть ветра но к сожалению тот ветра себя не поднимает ну и пофетили по одному у нас рэны игрешки не хотят проигрывать просто ни в коем случае так путь ластит грипов и вагонетки ну что же шадоу демон ну ладно там у нас в среднем овныч феникса также забирают ладно видимо что-то непонятно было фениксу хенш ну и забирают рошана я не знаю зачем спрятал у нас рошана в астралу д но он это сделал и так рошана в принципе должны забирать преимущество уже отыграли у нас бегешки если будут продолжать финить у нас рэну то если проиграть то есть у нас терпичный корабль но он попадает по одному лишь лордар и заходить на рошан у нас арена но кто-то теряет сейчас рошан забирает эггис фантом ведь фантом забирает эггис нет фантом забирает эггис и 1219 у фантом все более-менее хорошо собрала она себе да ладно ну зачем собирают армлет армлет бесполезный артепакт серьезно на фантом нет он хорош на каком-нибудь слордаре он хорош на вк несомненно но не на фантом фантом это не тот персонаж которому нужно собирать армлет это не такой прям уж мастхэф гей то есть можно было собрать дезолятор сразу можно было бы собрать вообще что угодно кроме этого бедного армалета зачем она это делает то есть у нее уже не бустая с тобой от силы то есть и по сути силы будет 1500 по сути но что я попытались пробить с 1000 кп 1500 но бкб можно было себе взять серьезно просто вместо армалета у него уже была бы бкб конечно да не было бы дамага но все же она взяла себе на выживаемость армалет и это по-моему ошибка хоть сейчас она выигрывает игру она могла выигрывать ее тогда еще раньше итак адмирал крипов ну и 22 минута игры у нас подходит к концу начинается секундная секунда 23 минута и в принципе коллективы пока что показывают равную доту вроде бы у нас лидировали в этой встрече рены но в один момент они перестали лидировать игра сравнялась если бы у нас грешки походили поубивали рошанов поубивали в принципе самих ренов по одному но вот рены сами на это поддались и в принципе они могут дальше я думаю идти теперь снова у нас тирена выходит на него вынимает он себя вютра может еще и через пески уходить за дагер хорошо что это делает ну в общем исполнил санкинг все таки знает как уходить от таких гангов но и опять же посмотрите очень и очень агрессивно играет здесь у нас еще была просто стая ренов у нас мы забрали удастся ландара и получили за это неплохой такой буст по золоту и возможно даже не просто неплохой преимущество потому что опять же у нас удача почти что ланды топ 2 на творце команды гг и топ 3 на творце на карте там снова у нас улетает на 4 уже джиггернаут и не судьба ему догнать даже удача у фантом китого есть 400 вот у джиггернаут вообще не все хорошо в фигере хоть как я говорил вначале что у него вроде бы начал выравниваться но не тут-то было снова его сместили на четвертую позицию в принципе пока что все у него плохо ну что же вроде бы усмирилась у нас игра на некоторое время должна она была все-таки это сделать его очень много файт у нас было за игру за 24 минуты собственно 22 фрага на самом деле это около одного фрага минуту это это я не скажу что прям супер много но это нормально то есть это не 5 фрагов за 30 минут но и не 40 фрагов за 20 минут это не вечный файт ну что же с одной стороны это хорошо с другой стороны плохо за вечно с файтом это интересно наблюдать я думаю то есть когда он осмысленный то есть не просто давайте пошли драться а когда постоянно какого-то цепляет сером терану терану умирает просто я говорю у нас ггшки выходит ловит по одному рн-ов они пытаются сплететь они постоянно пытаются где-то получить вставу золото конечно они умирают но они все равно получают больше золота собирают экспириенс золото по всей карте они как это делать ггшки с одного персонажа и дальше в пятером начинают фармить одну линию допустим у нас рн-ы фармят топ фармят мид фармят леса а когда ггшки выходит на бот на одного санкинга его забирает феникса феникс 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 отсюда уходит а теперь два тавр то упал и в скором времени пропадет еще эгис понимает это прекрасно у нас сейчас ггшки заходит хайграунд и начинает хайграунд пока что могут в принципе перед это уже будет скоро санкингс эпицентра так что стоит подумать обо всем этом если прячут феникс 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 нужно уходить дарк лучше подсейвиться дарк пошел у пучку ради лавра себя прячет возвращать должны у нас нефер просто км возвращает ухилить минус лимит как минимум уже один килл вниз для команды р.н дальше молодец лутэ отличный ультимейт минус пока что один адмирал ну и потратили гвардин анжел 10 она пытается убить и она собирает в конце концов вы должны человек феникс 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 и не только раздрайва напрыгает у него фантом фантом как подключается у него очень не вовремя качается айс но это размен 3 в 1 будет у нас погоня за хенри за хенри есть погоня но вот не стали занимать просто под фонтан если бирать у нас линию башника должна лопать просто забить на все и ломайте вышку здесь иллюзии подходят но иллюзии ничего не сделают сломали казарму магов получили зоня золото ну и сломают сейчас еще и казарму милишников хенри пытается выиграть немножко времени подкрыть у нас еще дарка и в принципе можно найти чудо демона как минимум спанули доставят посмотрите хилен вард но никак этот хилен вард не спасет чудо демона и перетягивается мидал а здесь проблема в том что еще стоит тир 2 тауэр и за этот файт ну нереально много золота гачки получили золото experience и немаловажно они загнавили врага под его базы то есть уже одну сторону снизы и неприятно будет реном вечно впушивать ибо крипы сейчас довольно таки сильные 26 минута 24 дамага ладно не те крипы по 46 по сути если ты ставишь пачку грибов сенкинга тебя могут замесить просто все вместе если это так две итак хенджи не хенри а хенджи ну и проблема в том что у адмирала только лишь одни криты вчера у нас действительно адмирал выиграл игру со своим сплэшом с рапирой а потом и двумя рапирами но он выиграл ее в лейте а в принципе сейчас критов я не знаю хватит ли критов на команду джи-джи они же могут просто зайти и убить всех через бот выкрепить один в смоках от аренов постараются теперь на этот раз забрать они своих оппонентов ну и здесь пошел просто репел репел снимают пытаются пробить еще уязаться где скипера влетает у нас Снордар приходится так же у нас нету у него ничего пошел он не слэш нету негуар нэнджела ничего ставится так же и то нужно было просто отсюда уходить убивает одного пока что адмирал размен на некрофоса и умнинайт также отъезжает феникс в яйце отличный стан от Снордара умирает у нас все остальные ребята из команды рэн выживает пока что один демон и фантомка умирает от своих же иллюзий ну должна была поиграть аромолетом но неплохой выход команды рэн но опять же там было по сути все у команды рэн все что им нужно то есть корабль правда какого-то гг не было ни косы ни какого-то там эклипса и не гвардин энджелы были в кулдаун эти способности и сейчас соль в том что особо много преимущества рэн за этот файт не отыграли то есть у нас не выходили в какое-то там 25 тысячное преимущество ггшки они именно на одном нетвордсе со своими оппонентами обыгрывали их и поэтому за них там многое не дают и в чем плюс такого пика в чем плюс такого пика то что ты не фидишь золотом даже если умираешь на тратный 45 равный размен и ты не нафидел врагу так много как мог бы то есть сколько было преимущество в 5000 золота но отдали 2000 золота если бы вели 25 тысяч и так же аликировали то ну просто уже с другим пиком то дали бы около 5 ну соответственно чуть ли там у них два раза больше и так 22 25 показали что эрены тоже могут убивать но что же буду делать теперь ггшки скорее всего они подождут рошана который будет у нас через некоторое время или уже будет дополнительный таймер уже был или нет нет все таки уже спавнится ну если сейчас ггшки зайдут на рошана и заберут его скорее всего они заберут себе и эту игру просто потому что могут так у нас джиггернаут заходят иллюзии на рошана понимают он прекрасно что у нас здесь есть рошан находит рейнг здесь у нас джиггернаута с помощью скана ггшки и и что и ничего и так там терине у нас появляется линза у сэнкинга в принципе нет у нас решили забрать рены рошана и гг никак на это не реагирует появляется там терине бкб у слордара видимо абсолютно пофиг что у нас рены на рошане рошана забирают очень-очень медленно на самом деле могли бы без проблем подраться за рошпит но думают что рошана нету совсем забыли про рошан и рот нужно вечно помнить про рошана в игре ты прекрасно понимаешь что рошан очень-очень важен сейчас для себя и что скорее всего будут играть у нас аегис рены ну и если ты этого не понимаешь то очень странно то есть во-первых тебе нужен аегис чтобы дать и на хагграун во-вторых нужен реном чтобы во все подключение дать аегис тебе появляется хекс у вот эти вот это уже именно какое-то весомое преимущество ибо хекс это очень сильный артефакт но проблема в том что там две жизни у Джекернаута хоть он пока что не особо сильно дамажит и Марта дамажит действительно побольше даже с автоатаки но все же два Джекернаута будут посильнее чем нежели одна Марта хотя бы потому что у него есть сомниус то есть да у нас Марта может быть супер жирная она с омником но там есть чем снимать на Мартре Марта на Марту выходит Марту ну в итоге ее сейчас убивают и теперь ловят у нас Марту по гулдауну а точнее не по гулдауну а в смоках ловят не Марту а команду КГГ то есть сначала пошли подловили где-то одного игрока и за те же ошибки от ГГГ как были у Ренов они начинают ходить по одному они не собираются командой то есть соберитесь с пушки вы же сильнее своих оппонентов и они вас победили в прошлой драке только лишь из-за того что просто вы были в лютейшей диспозиционки просто в максимальной диспозиционке она была максимально действительно то есть у нас нападают на одного только потом вылетает стандарт да конечно Слордар дал прекрасный стандарт этого не хватило ловят здесь середину кого кого поймали Джиггернау да хенджи из хенджи не выбивают да и ставят за хелен вард вайбек феникс хочет обратно пойти в игру и драться ну вот очень странное у нас если честно решение откуда дать клипс в никуда мог бы и отменить до концов на 2 кмммра играет можно отменять скиллы у нас здесь на кнопочку с и клипс кастуется долго но вот почему-то все таки скастовала на самом деле было видно если ты смотрел за файтом там было видно что уже прятал что демон его его астрал только просто побили друг другу лица с косы у нас по прежнему никто не улетел у нас вообще кто-то улетает в этой игре с косы кроме Джиггернау то есть я знаю что Джиггернаут на первых минутах улетел с косы и это все что я знаю то есть возможно больше никто у нас кос и не улетал так анимезис убивает крипчиков ну и ТРН ТРН в погоне погоня отменяется ну что же покупает себе СН3 и Апсиш демона у него уже есть агоним у него три заряда пуржа но в любом случае он уже как минимум контрит умника уже очень очень неплохо минус эргон но вот теперь действительно будет драк это у нас за команды гг потому что они убили адмирала выбили аигис там не тайминговый станут и ставят еще яйцо прыгает сон кинг сразу пошел культимейт отобинать должны ломать яйцо должны сломать яйцо не ломают и в этот удар здесь прыгает снова слонар минус сразу же там раскидывают свои пружины просто налево и направо да да я уже косу просто чтобы зацепить ловят куджа кудж должен умирать кудж да и кудж умирает 5 в 0 размен даже не 5 в 0 а 6 в 0 размен ну и вот она сила диспозиции сейчас поймали на неожиданности у нас ренов и забрали в итоге у них по сути аигис и всех их ну и вот 4к преимущество отыграли то есть у нас было все в нуле сейчас будет около 5000 преимущества заходят на хайграунд должны забирать как минимум еще одну сторону хоть и есть глиф но там в принципе один адмирал не задает вот его так же могут просто поймать башенка ну вот башенка у нас упала бараки должны так бараки должны вместе погрызть а вот насчет второй стороны я не уверен то есть могут сломать на второй стороне тер 3 тауэр если успеют и так ну нужно перетягиваться в минит минит сейчас упадет и прописывают вас рены гг вп что же поздравляем мы гг с проходом следующий тур ну и уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу паузу